Друзья, приветствую! В этом видео рассмотрим вторую часть посылки Сергея из Мытищ. В первой, напомню, был Castrol Edge 040. 8 образцов из метро, скунцевского рынка, разных годов выпуска, сравнивались между собой на предмет подделки и прочее. В данном видео я рассмотрю отработку с автомобиля BMW X5 3-литрового дизеля и также сравню вот с маслом Castrol 040 2020 года, сравню его с Castrol Edge Professional для СТО 030 и оригинальное масло BMW 040. Все это производство 2014-2012 года, даже старые масла, которые простояли по 9 лет, там, скажем, 10 даже почти. Ну, давайте приступим. Значит, первым делом я повторю для тех, кто, возможно, не видел первое видео, процесс создания эталона. Вот я закладываю образец, такая спектрограмма, приобретенные в метро, как видите, в Москве, выпущенные в 2020 году из литровой канистры. Далее я подкорректирую данные. Ну, покажу вам. Значит, смотрите, противоизносных присадок 95 процентов прибор намерил относительно Castrol 030, Bot 3937. Вот так масло называлось. Здесь я подкорректирую отрицательные значения, но кто не видел, обратите внимание, прибор сам намерил кислотный 1,65 и щелочной 10,5. Для полнозольного масла прекрасные показатели. Я считаю, что они очень реальные, то есть здесь я как бы не вижу никаких причин не оставлять их такими же, то есть я даже корректировать не буду. Все, все остальное, что требовалось, подправил, отрицательные значения. Эталон создан, можно приступать к проверке и отработке. Значит, отработка, как я уже сказал, BMW X5 E53 5-го года рестайлинг, двигатель трехлитровый дизель 218 сил, объем масла 8 литров и общий пробег, посмотрите, практически 360 тысяч километров, пробег на этом масле 9700, это 201 моточас, очень высокая средняя скорость. Так, посмотрите, 78 процентов по противоизноске, но Сергей регулярно добавляет всякие противоизноски в топливо, нарастает щелочное и, в принципе, такой немаленькое уже кислотное. Гликоли нет, сажи 0,44, прекрасный показатель для такого пробега, но Сергей сказал, что он форсунку одну менял уже. Так, в общем-то много чего человек делает по машине, по машине EGR и чистит, там и кулеры и датчик расхода воздуха. Вот, и машина выдерживает без потребления, нету расхода топлива, даже при скоростях там 210 километров, вот при поездке из Питера, ой, из Москвы в Питер и обратно. Сергей сказал, что ехал до 210 километров в час и расхода нет. При таком пробеге шикарный результат. В общем, машина в отличном состоянии, вот вам дизельный мотор. Следующий образец, это у нас, значит, Castrol Edge Professional 030 LL01, выпущенный в июле 2012 года. И посмотрите, относительно 0,40 Castrol, 111 процентов по присадке. Щелочное 11,6 выше и немножко ниже кислотное. Ну, в общем-то, да, это логично. Тут такое, есть какая-то некая связь. Посмотрите, насколько я понимаю, что профессионалы, это линия, которая поставляется только в бочках, там на этот самый, в основном, на СТО. Возможно, что делают какой-то вот такой погуще замес, скажем так, пожирнее масла. Но это мое такое допущение, я не утверждаю это. Вот, мне кажется, по крайней мере, когда проверял, другие образцы, такое впечатление создавалось. Ну и последний образец, это у нас масло BMW оригинальное, значит, Quality Life Long Life 01, выпущенный в 2014 году, 8 лет назад, приобретенного официального дилера BMW в Москве. Сейчас я заложу образец. Вот последняя баночка. Тут немножко рассогласований по времени произошло. Так, и прибор уже заканчивает. Да, прибор заканчивает, а я что-то все не положил. И здесь, посмотрите, 106 процентов по противоизносной присадке, 1,58 кислотные. И посмотрите, блин, такие же значения 10, ой, 11,6 щелочное. Тут, правда, еще, видите, присутствует чуть-чуть сажа. Возможно, что оба масла последние сделаны в Германии или Германии и Бельгии, ну что такое в Европе. И чуть-чуть есть отработки. Похоже, что вот пассажи. Ну, очень похоже даже, кстати, по противоизноске. Посмотрите, по значениям. У Кастрола 0,30 это кислотная 0,6, а здесь 0,58. И в обоих случаях одинаковая щелочная, 11,6. Тоже спец какой-то замес, возможно, погуще именно для дилеров. Чуть-чуть получше. Ну, по крайней мере, мне так показалось. Ну, и последнее, это проверка вязкости, отработки. Это Кастрол Эдж. Хочу обратить внимание, что из картера, из объема масла 8 литров, половина масла, как минимум, поддельная. То есть, вот это в первом видео вы тоже видели сравнение оригинального и поддельного. И там тоже вот такое загущение было. Здесь понятно, что загущение от поддельного масла. То есть, половина объема масла поддельное. Давайте посмотрим на таком компоте коктейли оригинального и поддельного. Вот такие результаты получились. В дизельном моторе 11,600 по километражу и 240 моточасов с учетом половины подделки. С очень низким щелочным 2,7. То есть, не знаю, тут как минимум, там процентов 40, как минимум было бы, ресурс был бы лучше на процентов 40, если бы оба образца были в картере оригинальные. То есть, я считаю, что где-то 450, может 500 спокойно бы масло отходило. А может быть, даже это и хуже повлияло еще. Кто знает, химия. Химия очень сложная в двигателе. Ну, вот такие получились тесты. Я могу прикрепить первое видео в комментарии. Ссылку на первое видео в комментарии под это видео, что кто первый раз зайдет, чтобы мы могли сразу найти первое видео и ознакомиться с ним. А так, благодарю Сергея за предоставленные образцы. Все, кто посмотрел данное видео, благодарность моя вам. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Увидимся в следующих видео. Пока!